Дорожный квест До конца доедут не все. Гравийный участок трассы М-8 «Котлас» между Красноборском и Черевково значительно пострадал от осенней распутицы и большегрузов. В «Котласе» прошел межрегиональный турнир по кикбоксингу для наших спортсменов. Он обернулся семью золотыми медалями. В «Котласе» продолжается муниципальный этап конкурса «Учитель года педагоги» показывают себя в нескольких номинациях. Победители пройдут в региональный этап. В первом материале выпуска о конкурсантах сразу двух номинаций «Воспитатель года» и «Учитель здоровья». Муниципальный этап конкурса «Учитель года» в самом разгаре. На мастер-классе свои разработки сегодня показали конкурсанты номинации «Воспитатель года». В ней 16 участников. Каждый педагог проявляет себя с какой-то новой стороны. И мы ее открываем. Это нам нравится как членам жюри. И каждый педагог по-своему воспринимает данный конкурс. Кто-то волнуется, кто-то абсолютно спокоен. Ирина Боринская – воспитатель детского сада «Светлячок». Она пришла в профессию по примеру своей мамы. С детства помню, как приходила к маме во время тихого часа. Ребятам говорила, ну-ка, всем спать. А потом в итоге все учились в одной школе. А сейчас я работаю воспитателем. Я мама. Но мама больше ста детей. Выпустила 4 выпуска. В этом году у меня летом выпустились мои птенчики, по которым я очень-очень скучаю. Замечательные мои птенчики. Так что прилетели у меня новые птенчики. Ирина представляла на мастер-классе свою разработку – интеллект-карты для развития детей. Я их использовала, конечно, для развития речи с детьми. Потому что в мою группу пришло много детей плохо говорящих. Интеллект-карты делали с детьми. И рисовали, и вырезали из журналов, и из картинок. Им очень нравился этот творческий такой вообще процесс. Разработка Анастасии Копысовой, учителя-логопеда детского сада «Колобок» – дом-мотиватор. Мотивация – это, как известно, первый шаг на пути к созданию ситуации успеха. И с каждым годом понимаю, что именно эта специальность моя. Была проблема перед выбором колледжа или института. Но взяв в руки список профессий, я остановилась именно на специальности учитель-логопед. Кто станет победителем номинации «Воспитатель года» – интрига. Впереди еще два конкурсных мероприятия – видеоопрос и мотивационная лекция. Еще одна номинация – учитель здоровья. В этот год она проходит впервые. Сегодня завершающий этап – БЛИЦ-опрос. Кирилл Куделин – преподаватель-организатор обожевлений в Леменской первой школе. Главное, чему он учит ребят – как защитить себя в жизни и подготовиться к службе в армии. Кирилл сам два года назад вернулся со службой из войск ВВС. Я веду здоровый образ жизни, сделаю зарядку по утрам, придерживаюсь правильного питания и пытаюсь полностью быть, так скажем, примером для своих воспитанников. Я взял на вооружение корригирующую гимнастику. Преподаватель с третьего лицея выдавал урок по этой тематике, плюс у него был обученный педагогический опыт. Было интересно послушать и какие-то элементы для проведения уроков я взял из корригирующей гимнастики. Екатерина Лахтенова тоже преподает ОБЖ. Она молодой специалист. Ее педагогический стаж – три года. Я хотела стать вообще полицейским. Но так сложилась судьба, что я поступила в педагогический вуз. Я нисколько об этом не жалею. Мне нравится эта профессия. Я знаю, что я детям несу знания. Я воспитываю в них правильное ведение здорового образа жизни. Среди членов жюри этой номинации – Оксана Балина. Она сама была участницей конкурса «Учитель года 2021». Конечно, когда я была участницей, это было более волнительно, потому что это был мой первый опыт. И казалось, каждое задание очень сложным, что я не справлюсь, где-нибудь наступлюсь, сделаю ошибку. Участники по всем своим номинациям прошли достойно. Хороший уровень IT-компетенции. Все задания они выполнили достойно. У всех одинаковый шанс на победу. Имена победителей станут известны в ноябре. Лучшие воспитатели и педагоги представят наш город на областном уровне. Пес породы Алабай держит в страхе жителей Бачаги. От его зубов уже пострадали несколько человек. Как говорят сами местные, собака просто выпрыгивает из-за забора и нападает. Сейчас делом занимается полиция. Все подробности в сюжете далее. Жители домов по улице Кутузова в микрорайоне Бачага на улицу выходят с оглядкой. Сосинская собака породы Алабай держит их в страхе. По словам людей, она срывает с цепи, нападает и кусает. От ее острых клыков пострадали пять человек. Последний случай произошел 15 октября. Татьяна Карабач шла в гости к подруге. Вечером возвращалась. И вот, когда я зашла за калитку, закрыла щеколду, прошла пару метров до ступенек, я вижу, что собака перепрыгала через забор и несется прямо на меня. Едва успела убрать кисть, подставив локоть. Она разрывала этот локоть, потом разрывала коленную часть. У меня там в кармане был телефон, он, видимо, его прокусил, и телефон, видимо, среагировал. И он отскочил на полтора метра. Я в этот момент успела выбежать за калитку и закрыть ее. В больнице Татьяне оказали помощь и сделали укол от бешенства. Сегодня женщина прихрамывает, а боли от питьевкусов не дает ей уснуть. Пока ходить, да, сложно. Я уже третью ночь не сплю, я просто реально не могу уснуть. Я бы рада уснуть, я уже столько пустырненько выпила, видимо, еще не отошла от шока. Местные жители рассказывают, собака нападать на прохожих начала три года назад. Леонид Ружков считает себя первым пострадавшим от ее клуков. Я шел как раз, это самое у нас здесь, да, сейчас живем мы в Лименке, чтобы обрезать ботву и все. Но я знал, что шальная, она прыгает на забор и все. И я даже не только посередине, шел вот здесь, вот по кромке, вот там. Ага, и вдруг эта дверь распахивается, она летит на меня. Ну и она, понятно, вот у меня восемь укусов. И я почти месяц ходил лечился, и плюс вон три месяца ходил процедуру от бешенства. Еще одной жертвой пса стала 14-летняя дочь Татьяны Быковой. Все произошло год назад. Это было осенью, она у меня шла с учебы. Сосед вот гулял, Андрей Васенко, он гулял со своими собаками, увидел, что она тут закричала, побежала. Так вот он ее отбил, как говорится, но заставил ее остановиться и уже ее тут с собой палками или чем отбивал. У нее, значит, на ноге получается шрам. И вот здесь вот у попка вот у нее была такая, примерно сантиметра два, но шрамы остались. Содержит того самого Алабая по кличке Шах Екатерина Щелкунова. Мне самой уже страшно. Почему себе это страшно? Вы говорите, она на вас не нападает. Она не нападает на меня, но я не знаю, как это. Потому что улица вся против вас. Да, конечно. Конечно, это же все равно не будет ничего хорошего. Законной хозяйкой по паспорту собаки является дочь Екатерины Щелкуновой – Дарья. Так девушка комментирует последний случай нападения пса. Мы же не знаем, как повелась себя та женщина. Судить на основе того, что сказали соседи, время было позднее уже. То есть там где-то девятый, десятый час. И освещения там не так уж и много. Словом соседей я тоже не особо в это верю. Потому что они вдвоем, у нас там наша вторая собака, они вдвоем гуляли спокойно по участку. Никого не кусали, не нападали. А тут резко он сорвался и именно побежал в ту сторону. Очень непонятная ситуация даже для меня. Собака породы Алабай в семье появилась в 2019 году. Сами владельцы уверяют – пес спокойный. А вот соседи после последнего случая стараются обходить стороной дом, где живет пес. Соседка Наталья позвонила с утра, что собака вчера покусала. Значит, она не знаем, поймана или нет. Так вот ребята на учебу как пойдут. Возили на машине. Обратно они шли у нас, получается, той улицей. Но ведь эта собака, она бегает, она и там может быть, она и на любой другой улице поймает тебя. И никуда не убежишь от нее. Хозяева заверяют, сейчас предприняты все меры для того, чтобы подобного не повторилось. Более того, под давлением общественного мнения, они даже рассматривали вопрос об усыплении домашнего любимца. Если собака заперти, она карантинная, в любом случае 10 дней она не выходит на улицу. С нашей стороны мы будем ставить забор новый, чтобы не было никаких случаев в дальнейшем. Нам в клинике объяснили, что без сильных зрений собаки не будет до усыпления сейчас. И что это подсудное дело, и они этим заниматься не будут. По словам кинологов, Алабай не входит в список потенциально опасных пород. Все дело воспитания. Нападение для Алабая людей не свойственно, потому что у них в принципе на генетическом уровне отсутствует агрессия к человеку. Но это, наверное, издержки воспитания хозяев. Еще знаете, какая может быть причина? У нас же редко кто берет собаку с документами. Берут не то, что Алабай, а фенотип Алабая. То есть это смесь, допустим, каких-то пород. Если у него постоянное агрессия к людям, да, и уже довольно-таки серьезное, то как бы печально бы это не звучало бы, то такую бы собаку, конечно, лучше усыпить. А если же это просто какой-то единичный случай, можно попробовать поработать с кинологом. О нападении на людей пса с улицы Кутузова знают и в полиции. 15 октября в Мандеросе и Котловске зарегистрировано обращение по факту укуса собакой на улице Кутузова в микрорайоне Лимин. А после поступления сообщения на место было направлено наряд полиции. Хозяева прибыли практически незамедлительно тоже домой. И собаку уже приняли меры для того, чтобы взять ее под контроль. В настоящее время необходимо провести судебно-медицинское свидетельствование с целью установления вреда здоровью, причиненного укусом собаки. В настоящий момент проводится проверка. Практика показывает, что подобные случаи не часто доходят до суда. Так, в 2021 и 2022 годах, по данным полицейских, жертвами агрессивных собак в городе и районе стали два человека. В обоих случаях им был причинен тяжкий вред здоровью. Возбужденные уголовные дела до сих пор расследуются. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Оставайтесь с нами. Новая зимняя коллекция. Более тысячи моделей шубы, закамеха, дубленок, курток и пуховиков. От 42 до 70 размера, обуви из натуральной кожи и аксессуаров. Выгода при покупке от 10 до 50 процентов на весь ассортимент, даже в разручку, без участия банков. Котлас, Кузнецова, 8, торговый центр «Адмирал», 2 этаж. Коряжма, торговый центр «Виконда», проспект Ленина, 17, 2 этаж. Если хочешь быть здоров, жить совсем без докторов. Есть простой и верный путь. Знаем мы, в чем счастье суть. Кладовая пасечника предлагает полезные и вкусные продукты. Масла холодного отжима. Их готовят на месте по правильным технологиям и только из отборного сырья. Мед и продукты пчеловодства, травяные чаи. Кладовая пасечника. Подари себе счастье, живого вкуса. Котлас, павильон УТРЦ «Столица». Большая распродажа белорусской обуви по цене всего от 1900 рублей. Я хоть старенькая, но мне хочется одеть красивую обувь. Объем, все и размер. Я такую хотела очень давно обувь. С 16 по 27 октября. Котлас, улица Мелентьева, 18, Дом культуры. С 9 до 18. Хочется ярких впечатлений? Окунитесь в мир тропических бабочек. Выставка работает в Котласе с 20 октября по 5 ноября на третьем этаже ТРЦ «Столица» с 11 до 19 часов. ПОЛЕТЕЛИ СО МНОЙ! Сергей Пенкен с музыкальным шоу «Полетели со мной». 1 ноября. Котласский дворец культуры. Судостроительной компании «Сталкер» более 10 лет. В связи с увеличением объема работ производства в нашу надежную команду требуются Мастер ОТК, мастера производства, сварщики, судокорпусники, ремонтники, электрики, слесари, токари, разнорабочие. Оформление по трудовому кодексу, высокая заработная плата, оплата путевок на море. Обращаться по адресу город Котлас, Советская, 29 или по телефону 8-921-084-7850. 30 октября. Котласский дворец культуры. Звезда шансона Алексей Брянцев. Мне не хватает твоих глаз. Концерт полный чувств и настоящей романтики. Билеты на сайте артембилет.ру Продолжаем программу. Адская дорога. Квест на выживание. И это только самые приличные эпитеты, которыми награждают водители. Участок дороги между Красноборском и Черевково. В этом году осенняя распутица превратила гравийные участки трассы М8 Котлас в непроходимое болото. Замесить грязь помогли и большегрузы, которые нередко игнорировали сезонные ограничения движения автотранспорта. Теперь на печально известных черевковских угорах на пузе сидят все. И легковушки, и многотонники. Ух, бедный днище. Вот тут вон все севшие. Давай, ползи. Не ехать, ползти. Тихо, почти ювелирно. Маневрируя в колеях и пробуксовывая в грязи. Только так в последние недели пробирается автотранспорт по гравийному участку дороги между Красноборском и Черевково. Соцсети наполнили фотографии и видеозаписи. На них увязшие, что называется, побрюхо машины. Сидят все. Легковушки, внедорожники и большегрузы. А это уже народное творчество, гуляющее по интернету. Целое посвящение злосчастному 210-му километру. Закон Глаза – это не просто песня, это хребуши миллионов. Наши дороги – это проблема. Ее не решают десятки законов. Пока огни, в теплой постели, отчеты сдают, будто все на отлично. Мы с вами должны убиваться на ямах. Не слишком ли это стало привычно? Жители Черевково и Красноборска предупреждают из Котласа в направлении трассы М-8. Без особой необходимости лучше не путешествовать. В ужасном состоянии дорога прямо передо мной, машина встала на пузо. И все, и не проехать. И как бы я за газеткой только проехал, что она мне дорогу проняла. Например, если ехать в больницу, в районную нам, или в Котлас даже в больницу приходится ехать, я уже стараюсь в это время не ездить по таким дорогам, потому что это очень опасно. Если уже действительно необходимость какая-то появляется, ну, надо ехать, что уже надо, значит, я еду с ужасным страхом, то есть я держусь за порчей, за порчей в автобусе. И с закрытыми глазами в основном всю дорогу преодолеваю. Это очень жутко. Вчера звонила на прямую линию нашему губернатору. Рассказала ситуацию и жду. Теперь письменный ответ. Гравийки на дороге М-8 Котлас, бывшая ость Вага Ядриха, осенью-весной всегда плывут. Но, как отмечают водители, такого коллапса еще не было. Трасса М-8 Котлас региональная в Архавтодоре не раз отмечали. Гравийные участки делают непроходимыми не только дожди и мокрый снег, но и большегрузы, которые, несмотря на сезонное ограничение движения, продолжают продавливать и без того разъезжающиеся дороги. Кстати, на обслуживании региональная дорога у Котласского ДРСУ. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить проезд для легкового транспорта. Это работают грейдеры. Также мы подсыпали, когда было небольшое, скажем так, просветление между дождями, то есть самые большие провалы просыпали. Грейдера работают, профилируют дорогу. То есть ежедневно один-два грейдера работают. То есть это срезается колея в первую очередь. Ну и также им приходится в ночь работать, когда фуры перегораживают дорогу, не могут выбраться там, мы знаем, что там большие крутые уклоны спуски. Им приходится просто растаскивать эти фуры, чтобы обеспечить проезд для легкового транспорта. Сейчас на участке трассы с 202 по 220 километр введено дополнительное ограничение движения в целях безопасности для транспорта свыше 8 тонн общего веса. Работает и передвижной пункт весового контроля. В программу дорожной деятельности Архангельской области включен оставшийся участок автодороги М8 Котлас в Красноборском районе. Согласно плану программы, работы по капитальному ремонту, которые включают покрытие асфальтом, планируется провести в период 2026-2027 года. В конце выпуска спортивные новости. Кубок города по кикбоксингу выявил лучших спортсменов. Бои прошли в эти выходные. Победители отправятся на соревнования в столицу. Кубок Котласа по кикбоксингу на призы Котласского МСЗ открывает целый хор. На поединках встречаются лучшие спортсмены из Архангельской, Вологодской областей, Республик Коми и Удмуртия. География турнира растет. Это нас очень радует, потому что бойцы приезжают очень хорошие, сильные. Ребята показали себя очень хорошо, потому что, ну, во-первых, как говорится, дома и стены помогают. Все-таки приходят болеть родители, родственники, бабушки, дедушки, знакомые. Ну, а во-вторых, хорошо подготовились, целый год готовились, тренировались, стремились, знали, что будет этот турнир. Ну, и, в принципе, достигли своего результата. Итог Котласских спортсменов – 7 первых мест и 4 вторых. Третьих мест вообще нет. Я считаю, что у всех были сильные соперники, в основном, очень сильные соперники. Были даже ребята, у которых был дебют в ринге, то есть первый раз вышли на ринг. Ну, к сожалению, уступили своим опытным соперникам, но, как говорится, получили бесценный опыт. Ребята-призеры признаются – результаты достигаются только путем постоянных тренировок. У Мирона Коватова золотая медаль на этих соревнованиях. Любимый вид тренировки мой – это китбоксинг. Мы работаем на лапах, отрабатываем удары на грушах. Соперник был сильный. Я пытался делать советы тренера, и соревнования мне очень понравились. У Владислава Гера серебро, и за него тоже пришлось побороться. Выступил, я думаю, неплохо. Мне понравились судьи, которых созвал мой тренер Эдуард Леонидович Ковяков. Мне понравился свой бой. Соперники мне показались очень сильными и опытными. Кикбоксинг нередко привлекает и девчонок. Выходя на ринг, они становятся увереннее, чувствуют свои силы. Это эффектно. Даже если не в рамках соревнований я могу себя защитить, не только себя, у кого-нибудь кто-то слабее. Соревнования были крутые, были крутые призы. Городские соревнования дают в первую очередь опыт для дальнейших серьезных выступлений. Кстати, к ним спортсмены из Котласа вовсю готовятся. Уже в эти выходные ребята выйдут на ринг в Москве на турнире, который проводит Федерация кикбоксинга. У меня все на сегодня. Новости нашего города смотрите на сайте kotlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Далее реклама и прогноз погоды. Увидимся завтра. Хороших вам новостей. В пятницу 20 октября в Котласе будет облачно, предположительно без осадков. Температура воздуха в дневные часы плюс 2 градуса. Ночью 1-2 градуса ниже нуля. Ветер северо-западный, северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.